Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «События» в студии Ларисы Шалафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Они трудятся на передовой, а в больницу попадают через шлюз. О работе самарских медиков в условиях пандемии в эксклюзивном репортаже нашего телеканала. Забрезжил свет в конце тоннеля. Глава Самары Елена Лапушкина помогла самарской семье, которая месяц жила без электричества. Работают по-новому. Как российские летчики летают за рубеж в условиях коронавируса? Распространение коронавирусной инфекции по-прежнему остается главной обсуждаемой темой. В ближайшие дни в Самарскую область прибудет вторая партия туристов из Индонезии и Таиланда. Всех прилетевших перевезут в обсерватор на карантин. Особое внимание сейчас приковано и к работе врачей в условиях пандемии. В Самаре главный корпус больницы Середавина перепрофилировали под госпиталь для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Наш корреспондент пообщался с теми, кто каждый день работает в красной зоне. Доктор Игорь Шарафуддинов работает сердечно-сосудистым хирургом уже 28 лет. Из-за пандемии ему пришлось осваивать новую специальность. Врач с огромным опытом прошел обучение по инфекционным болезням и теперь каждый день спасает жизни пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Игорь признается, чувство страха при работе в грязной зоне он не испытывает. Время работы в так называемой инфекционной зоне не более 4 часов непрерывно. Потом обязательно надо сменить костюм и какой-то перерыв. Это все соблюдается. Естественно, надо соблюдать санэпидрежим и все должно быть нормально. За моей спиной находится шлюз так называемой грязной зоны. Чтобы попасть туда, каждый доктор обязан надеть на себя защитный костюм. Расскажите, пожалуйста, из каких элементов он состоит? Ну, под защитным костюмом находится хирургический костюм, затем идет защитный комбинезон, лицевая маска с фильтром и две пары перчаток. Главный корпус больницы имени Середавина полностью перепрофилировали под госпиталь для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Для этого потребовалась колоссальная работа. Во-первых, она затронула систему электроснабжения. Энергии для работы оборудования каждому отделению потребуется больше. Во-вторых, при максимальной загрузке корпуса придется подавать утроенное количество кислорода. Для этого смонтировали дополнительную станцию. Всех людей старше 18 лет с симптомами респираторных заболеваний будут отправлять на компьютерную томографию легких. Кроме того, в больницу будут доставлять пациентов с бессимптомными формами COVID-19 и тех, чье состояние ухудшилось. Кроме КТ, поступившим пациентам сделают общий анализ крови, ЭКГ, а также предоставят возможность проконсультироваться с терапевтом. «Исходные мощности главного корпуса – это более тысячи коек. Сейчас с новыми требованиями развернуто более 650 инфекционных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией». Пациенты с коронавирусом, которым требуется реанимационный уход, будут находиться в специальных палатах. В больнице развернули 400 реанимационных коек. Одно из отделений уже задействовано в оказании помощи пациентам, которым требуется кислородная поддержка. Остальные отделения реанимации находятся в режиме ожидания пациентов. Продолжается дооснащение больницы реанимационным оборудованием, монтаж точек подключения кислорода. В прежнем режиме в больнице будут работать три корпуса. Для пациентов с хронической почечной недостаточностью, педиатрический и перинатальный центры. Большую часть специалистов задействовали в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События. В Китае люди по-прежнему продолжают заболевать коронавирусной инфекцией. Ежедневно выявляют новые случаи. При этом в Поднебесную продолжают летать российские авиакомпании. Они перевозят различные грузы, в том числе гуманитарные. Специально для нашей телекомпании командир воздушного судна Алексей Зайцев записал видеорассказ о том, как сейчас в новых условиях работает он и его коллеги-летчики. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я веду свой мини-репортаж из китайского города Наньчанг, куда мы прилетели со своим экипажем в наше непростое время, во время коронавируса. Наверное, я один из тех немногих, и наша компания, которым повезло, и мы работаем в это время, не покладая рук, что говорится, и возим грузы по всему миру, в том числе и в Китай, и из Китая, и по разным странам нашей планеты. Сегодня, прилетев сюда, в Китай, мы готовимся выполнить отсюда рейс. Какой груз буду, точно пока не знаю. Скоро нам подскажут. Возможно, даже гуманитарные, маски, средства спецзащиты. И сейчас будем готовиться к перелету в другой город. Наш полет сегодня пролегает через часть Китая, Монголию, Красноярский край, Новосибирский. В том числе будем пролетать и над Самарой, где-то в районе северной части. Работа сложная, тяжелая, особенно в Китае, но наша компания обеспечила нас всеми возможными средствами защиты, в том числе специальными универсальными масками, блокаторами вирусов, специальными средствами для защиты. В Самаре с площадки у шестого причала по поручению главы города Елены Лапушкиной вывезли строительный мусор. С просьбой очистить территорию обратились жители. Кучи битого кирпича и кусков бетонных плит остались здесь после сноса незаконного коммерческого объекта. Елена Лапушкина поручила Департаменту городского хозяйства и экологии оперативно очистить площадку. Все необходимые работы проделаны. Сейчас жители предлагают различные варианты дальнейшего использования этой территории. Среди идей – организация зеленой зоны и обустройство площадки для выгула собак. Забрежил свет в конце тоннеля. Глава Самары Елена Лапушкина помогла самарской семье, которая месяц жила без электричества. Кто отрезал кабель, а главное, почему, разбиралась Елена Малютина. К квартиру семьи Аюшевых наконец вернулась цивилизация. Свет подключили, но только благодаря вмешательству главы города. Самарцы, отчаившись сами найти управу на управляющую компанию, написали Елене Лапушкиной в твиттер. Реакция последовала незамедлительно. А ведь еще неделю назад никто не знал, что у этой истории будет счастливый финал. Вот так и живем. Ходим с понарями. Без электроэнергии семья жила месяц. Признают – сами, конечно, виноваты. Накопили долгов за коммунальные услуги на 40 тысяч рублей. Но свет отключили без предупреждения. Хотя по закону обязаны были уведомить за 30 дней. Мы не отказываемся платить, поэтому будем оплачивать. Долг весь погасим. В будущем, естественно, будем стараться вовремя все оплачивать. Потому что мы поняли, что даже если это незаконно, все равно без света мы больше месяца не можем находиться. Долг за свет в 6 тысяч рублей Аюшевы оплатили сразу. Но электроэнергия в квартиру все равно не вернулась. Весь этот месяц было непонятно, кто же вообще ее отключил. Старшая по подъезду Надежда Буянова уверена – это сделали сотрудники управляющей компании. Если бы, я говорю, чужой человек, я бы никого не открыла. Но так как представитель жил был, открыла, ключ забрала, они за счет, ну и шли. Что они тут делали, я не знаю. Потому что я не стояла над душой. Потом посмотрела, замок закрыт. А это уж мы потом с соседом, приходил снизу сосед, и увидели, что там перерезан провод. Но в управляющей компании заявили, что не имеют к этому отношения. Как так получилось, я не могу сказать. Для того, чтобы это выяснить, нужно выйти на место. А для того, чтобы выйти на место, квартиросъемщику или собственнику, необходимо платить квартплату, для того, чтобы мы выполнили свою работу, как положено. Мы свет не выключаем. У меня электриков даже нет, чтобы я выключила свет. Если вы конкретно ко мне предъявляете претензии. Она сказала, что свет она включать нам не будет. Что распечатала при нас акт об выключении света, то есть задним числом. Мы этот акт видели, то есть я лично его видела. Она положила его на стол, мы ей сказали, что мы не будем подписывать акт. Но она нам тогда ответила, что я с вами разговаривать больше не буду. Мы недавно, месяц назад, потеряли ребенка. Я лежала в больнице, у нас умер ребенок второй. И мы пришли объяснить ей, то есть я ей хотела предоставить документы с больницы, что вот так случилось, что просто пойдите к нам на встречу, что у нас по свету долгов нет. У нас был по свету долг, но мы его оплатили. Как поясняют эксперты, отключать ресурсы при любых задолженностях сейчас никто не имеет права. Правительство Российской Федерации приняло такое постановление из-за пандемии коронавируса. С 6 апреля по 1 января приостановили и начисление пени по задолженности. Хотя это не снимает, конечно, ответственности с людей платить по счетам вовремя. После 1 января управляющая компания, либо ресурсоснабжающая организация будет иметь право выставить все то, что произошло до 1 января, 6 апреля. Я надеюсь, что этого не случится. Почему? Потому что мы ждем поправки в это постановление. Я надеюсь, что правительство Российской Федерации все-таки окончательно уберет эти штрафы и пения с 6 апреля по 1 января 2021 года. Но на сегодня пока вот так вот с точки зрения юристов. В случае, если управляющая компания отказывается подключить ресурс, нужно обратиться в государственную жилищную инспекцию. Там рассмотрят обращение в течение трех дней. После проведут проверку и выпишут предписание об устранении нарушения. Если управляющая организация его проигнорирует, ей грозит штраф до 300 тысяч рублей. Елена Малютина, Максим Гусев, События. Самарские предприниматели во время пандемии коронавируса всеми силами стараются сохранить на плаву свой бизнес. Работают на доставку, переводят сотрудников в сетевые магазины. Кому удастся сохранить свое дело, вместе с экспертами пыталась понять Елена Малютина. Ресторанный бизнес в Самаре скорее мертв, чем жив. Заведения закрыты. Спасаются в основном за счет доставки. Но этого едва хватает, чтобы покрыть расходы на аренду и зарплату сотрудникам. Бизнесмены говорят, с такой ситуацией они столкнулись впервые. Роман Вавилин в ресторанном бизнесе уже 7 лет. Под его руководством трудится более тысячи человек. Из-за пандемии он не уволил ни одного сотрудника. Пока. Говорит, смогли вовремя перестроиться. Самый, наверное, большой плюс, те вещи, которые мы раньше могли делать неделями, иногда даже месяцами, мы сейчас делаем за дни. Там и запуск нового сайта, последнего доставки по нашей паназиатской кухне мы сделали за три дня. На сегодняшний день, работая на доставку, мы фактически просто стараемся не закрывать ресторан, поддерживать команду, поддерживать процесс работы, чтобы к тому моменту, когда карантин снимут, рестораны были готовы к открытию и можно было оперативно продолжить работу. С доставкой тоже все непросто. Тем, кто не может организовать ее сам, приходится особенно туго. Ведь посредники – удовольствие дорогое. Иногда, когда мы не справляемся, мы просто пользуемся услугами некоторых таксистов, но мы не работаем ни с какими агрегаторами, потому что наш продукт, его себестоимость и наценка на эту себестоимость не может себе позволить потерю 42%. Эксперты прогнозируют, выживут только крупные хоудинги, у них есть запас прочности, остальные выплывут, если смогут приспособиться. Или найдут возможность начать все заново, когда все закончится. Беда в том, что когда это произойдет, не знает никто, а значит, пока рано считать число выживших. Мы никто не знаем, насколько это затянется, каковы будут последствия. Поэтому выходить из всего этого они будут печально, долго, и не факт, что все откроются. Вот в Ухане конкретно, да, и на 11-миллионный город открылась на сегодня только треть заведений. И как они выживут и не выживут, мы никто не знаем, опять же, да, и они точно так же не знают, потому что люди напуганы, люди не ходят точно так же в рестораны, в заведения общественного питания, по одной простой причине, что им очень долго говорили, что это опасно. Предприниматели не рассчитывают, что потребительский спрос начнет восстанавливаться раньше, чем через 6-8 месяцев, но стараются сохранять оптимизм. Это, знаете, когда человек упал, сломал нос, один слег и умер, а другой поднялся и победил. Вот я считаю, что надо встать, потряхнуться, ставить тампон в нос и побежать дальше. На минувшей неделе исполнилось ровно 150 лет со дня рождения вождя мирового пролетариата. Как революционер, 22-летний Владимир Ульянов сформировался именно в Самаре. Семья Ульяновых сменила здесь три адреса. Эксклюзивные кадры квартиры, где жил революционер, в историческом очерке Марии Левиной. Я вам покажу, где какая была комната, куда выходил, в воде родить. Была гостиная, да, и Маняша собирала здесь местную молодежь. Александр Белов, убежденный коммунист, показывает свою квартиру. Именно здесь, 131 год назад, пару месяцев жила семья Ульяновых. Маняша – это младшая сестра будущего разжигателя мировой революции, а тогда мало кому известного Володи Ульянова. Александр Белов в этом доме живет практически всю жизнь, 70 лет. И помнит, как мемориальную табличку, рассказывающую о вожде революции, сначала повесили на соседний дом. Но бдительная бабушка указала на ошибку. А позже в подвале нашли сундук с документами и уже точно убедились, что семья Ульяновых останавливалась именно здесь, на Степана Разина, 10. Рядом на Хлебной площади располагался городской рынок. Оттого всегда было шумно и грязно. И Ульяновы переехали на улицу Воскресенскую, нынешнюю Пионерскую. Но и там они долго не жили. Слишком дорого оказалось. Тогда-то семья Ульяновых и перебралась на свой последний самарский адрес. Больше всего времени в Самаре семья Ульяновых провели в этом доме купца Рытикова. Сейчас здесь организован музей в память Владимира Ленина. Сотрудники поговаривают, что здесь живут привидения. Старинные часы начинают бить внезапно, хотя их давно никто не заводил. А в канун дня рождения Владимира Ильича здесь появляется запах яблочного пирога, который он так любил. Сегодня, в день 150-летия со дня его рождения, выпечкой здесь, конечно же, не пахнет. Но вот стены все еще помнят дух вождя революции. До приезда в Самару семья Ульяновых переживает ряд трагедий. Умирает отец, старший сын Александр, казнен за покушение на жизнь царя. Владимир остается в семье за старшего, смириться с гибелью брата не может. Участвует в студенческом бунте, его исключают из университета. И мать, опасаясь потерять еще одного сына, принимает решение перебраться из Симбирской губернии в соседнюю Самарскую. Главная мысль, которая жила в голове молодого Ульянова – месть. Месть. И революция, и все остальное, все последующие события – это была, конечно, месть за судьбу брата. Здесь Ульянов служит в суде помощником адвоката, ведет 18 дел, обзаводится новыми знакомствами. И именно в Самаре начинает формироваться, как революционер. Он открывает для себя марксистскую теорию. Очень многое делает человека, и его сделали и обстоятельства, и окружение, и книги, и в том числе трусливые меры правительства, и неудачные меры правительства, которые хотели как лучше, а получилось гораздо хуже. Очень многое. Поэтому Ленин – это вот такой вот узел, который можно по-разному расценивать. Для кого-то это узел восторга, для кого-то это узел беды и трагедии. Ну, в любом случае, неоднозначно. Совершенно точно неоднозначно. И очень важно понимать, всматриваться в него и пытаться каждому из нас развязать этот свой узел. У памятника вождя мирового пролетариата сегодня, как и каждый раз в день его рождения, лежат живые цветы. Видимо, кто-то решился нарушить режим самоизоляции, чтобы почтить память одного из самых неоднозначных исторических деятелей, сумевших изменить политическую карту мира. Мария Левина, Константин Головин. События. Стать частью известной картины. В соцсетях набирает популярность челлендж «Изоизоляция». Суть – повторить сюжеты полотен известных художников. С каждым днем участников все больше. Не остаются в стороне от челленджа и самарцы. Эта картина – сидящие крестьянки и юный гармонист. Написана народным художником Николаем Богдановым Бельским. Больше всего он любил изображать быт и повседневность, но делал это со свойственной ему самобытностью. В семье Сергаевых-Горелкиных любовь к творчеству в крови. Надежда проводит экскурсии на самарских предприятиях. В режиме самоизоляции работу, как и многие самарцы, приостановила. Но скучать дома не приходится. В социальных сетях огромной популярностью пользуется челлендж «Изоизоляция». Суть в том, что люди повторяют сюжеты картин известных художников. Надежда заинтересовалась флешмобом, а домашние ее инициативу подхватили. И вот в копилке семьи уже пять работ и тысячи лайков. Если чувство юмора в правильных рамках находится, правильный посыл, то, конечно, такие работы набирают наибольшее количество лайков. Люди пишут, люди пишут комментарии. Когда я сделала девушку с серпом из березы, она у меня получилась... Я делала с уважением к художнику, но получилось очень смешно. То есть, как будто я этим серпом убью всех, кто против России. И все об этом писали, говорят, ну, нам теперь не страшно. Раз у девушки есть серп дома, значит, нам в России ничего не страшно. Перевоплощение происходит в считанные минуты. Для создания сюжета годится все, что прячется в семейном шкафу. Это игра. То есть, все мы играем. И все люди, мы любим играть. И взрослые людям играют. И жизнь – это вообще большая игра. А здесь мы можем переуплотиться, почувствовать, что художник пытался нам показать. Во многом выбор картины зависит от аксессуаров, которые есть в доме. С этим проблем нет. Ведь еще одно из увлечений семьи Сергаева-Горелкиных – реставрация старой мебели и предметов обихода. Самый трудоемкий процесс – это костюмы. Их шьют сами. Нужно жить не скучно. Нельзя кушать и спать. Смысла нет в жизни тогда. А вот когда ты занят с детьми, с людьми, вот радость в чем. И мы живем, и вокруг нас тогда живут. Челлендж «Изоизоляция» стал популярным в сети. Он позволяет познакомиться поближе с именитыми художниками и стать ближе к искусству. И стоит забывать, что каждый из нас и есть творец. Только вместо кисти и красок в наших руках выбор и поступки. А полотно и есть сама жизнь. И какими оттенками ее разбавить – это уже выбор каждого человека. Мария Левина, Николай Епифанов. События. Из-за пандемии свои двери временно закрыли не только театры и музеи, но и приюты для животных. Питание зверей напрямую зависело от посещений. Средств на корм с каждым днем становится все меньше. Наша съемочная группа отправилась в питомники проверить, как сейчас там устроена жизнь. Малукский кокоду-малыш негодует. Запасов корма с каждым днем все меньше. Этот контактный зоопарк проработал всего три дня. А потом ввели режим самоизоляции, и он закрылся. Нет посетителей – значит, нет и денег на корм. Здесь больше ста различных видов птиц и животных. Это обезьяны, кенгуру, лемуры. Питаются они всем тем практически, что и человек. Это различные овощи и фрукты. Они очень общительные. Например, этот малыш больше всего любит играть в догонялки с маленькими посетителями. Но их здесь не было, к сожалению, уже давно. Хозяева зоопарка еще могут себе позволить купить для животных корм, но вот на лакомство денег не остается. Питомцам приходится обходиться без овощей и фруктов. В связи со сложившейся ситуацией нам запретили выезд из города. И проблема в том, что у нас в середине мая заканчивается аренда. Мы должны были ехать в следующий город, но сейчас я даже понятия не имею, что будем дальше и как дальше жить. Этот светугрозный пес Михалыч тоже рискует остаться на голодном пайке. Ему два с половиной года. Большую часть своей жизни он провел здесь, в приюте для бездомных животных. Что такое голод, хорошо знает. Бывшая хозяйка не кормила совсем. Таких, как он, в питомнике еще 80 собак и 40 кошек. Для каждого животного нужен корм, наполнители для туалета и лекарства. А кошкам весной еще и витамины. Сейчас достать все это большая проблема. Финансовый приход у нас уменьшился. Соответственно, гостей сейчас нет практически никаких. Так как мы тоже находимся на самоизоляции, стараемся. Сотрудников у нас работает 4 человека. И если вдруг кто-то из нас заболеет, к сожалению, заменить нас некому. Поэтому мы тоже на самоизоляции. Из-за этого у нас нет людей, которые привозят гостиницы. То есть уменьшился именно такой живой поток еды. И просим у людей помощи. Рассказываем о нашей проблеме в соцсетях. И люди, соответственно, откликаются. Стараемся как-то сейчас выжить в таких нелегких условиях. Этот вальяжно шагающий красавчик – новый житель конного клуба. И здесь вопрос, как прокормить животных, тоже встал ребром. Осложняет дело и то, что любой корм не подойдет. У лошадей очень чувствительное пищеварение. Им можно есть только морковь, яблоки и зерновые. А также сено. С последним из-за прошлогоднего засушливого лета возникли проблемы. Его приходится закупать в соседних регионах по завышенной цене. Сено у нас уходит один рулон в день на все 20 голов. То есть две кормежки утром и вечером. Им дают утром в 7 утра сено и вечером в 7 утра тоже сено. Потом после сена через 2 часа вода и овес. В обед в 2 часа вода и овес. И вечером тоже. Нам финансово очень тяжело, потому что расходы большие. Во-первых, это зарплата трех человек в день, двое днем и один ночью. На корма очень много расходов. Плюс им нужно ветообслуживание, это взятие анализов, прививки плановые. То есть это очень весна обязательна. Ослик, пони, верблюд и 12 лошадей. У каждой свой характер и темперамент. Конечно же, сейчас больше всего животные скучают по людям и тренировкам. Этот молодой жеребец – сахарок. В конном клубе новенький. Он очень нежный и общительный конь. В первый же месяц приступил к тренировкам. Для лошадей бег очень важен. Если они не будут заниматься, то погибнут. В обычной жизни каждый день они проводили по 2 часа на манеже. Сейчас же время тренировок сократилось в 4 раза. Эти гордые животные с нетерпением ждут окончания самоизоляции и встречи с посетителями. Если вы захотите помочь героям нашего сюжета, вы можете связаться с нашей редакцией или позвонить по телефону, указанному на экране. Мария Левина, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова